Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажусь. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». И с нами сегодня целый час. Очень интересный гость. Актер русского театра Эстонии Александр Ивашкевич. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы вас в этот летний жаркий день поймали, чтобы спросить об очень важных вещах. Но вначале я хочу немножко напомнить и представить вам Александра, потому что многие из вас его очень хорошо знают и помнят. По спектаклю «Моя прекрасная леди», поставленная режиссером Аллой Сигаловой в нашем Рижском русском театре драмы имени Михаила Чехова, где Александр Ивашкевич блестяще, он, как нам кажется, сыграл роль профессора Генри Хиггинса. И вот мы просто на него смотрим и думаем, Генри Хиггинс, добрый, как там сказать, good day. Но его палитра ролей очень-очень многогранна. Он вообще сам многогранный человек и актер. Он сыграл Ярослава Мудрого, он сыграл князя Мышкина, он сыграл князя Курбского, он сыграл всяких принцев и художников, а также Чацкого и Донжуана. И вот об этом мы тоже, если успеем, поговорим. А также Александр профессионально танцует степ, которому учился в голливудской студии. И у него своя школа танца в Таллине, а также в Риге он преподавал. В общем, я все про вас уже рассказала почти что, да? Да, да. Так что мне тогда надо выходить из эфира, все, вы все знаете. Да, да, да. До свидания, да, и всего хорошего. Пока, мы увидимся в следующий раз. Мы очень рады, что нам удалось вас поймать, потому что мы знаем, что вы очень заняты сейчас. У вас постоянно там происходят какие-то события музыкальные, театральные. Вот сейчас мы в театре находимся? Сейчас я нахожусь, да, в театре, в административном кабинете. Мне предоставили возможность выйти здесь в Zoom. А буквально несколько дней назад, в воскресенье и в субботу, состоялись два концерта в удивительном месте. Центр Арвакарта. Я рекомендую всем, кто из Латвии приедет к нам в Эстонию, посетить это место. Уникальный зал, уникальная библиотека. Это место, где очень часто находится Арвакарта. Он один из самых исполняемых классиков, прижизненных классиков, исполняемых в мире. И место потрясающее. И зал, в котором мы выступали, удивительный. Потому что акустика настолько хороша, что на 150 мест практически работали без подзвучки. Удивительно. Такой звук идет, что просто хочется там быть. И мысли, которые там рождаются у зрителей, они самые светлые. И вообще место надо это посмотреть обязательно всем, кто приедет к нам в Таллинн. А что это был за концерт? Давайте сразу, раз вам могут поподробнее расскажите. В принципе, это моя тема. В чем она заключается? Когда-то в детстве, я имею в виду в детстве театральном, когда я еще был студентом, я очень хотел играть на гитаре. Очень хотел играть, хотел петь. И вот буквально, скажем, наверное, 5-6 лет, как я стал заниматься такой концертной деятельностью. Я играю, я пою. У меня прекрасный помощник в этом есть, гитарист. Кристо Кяо, эстонский гитарист. И у нас есть тема. Тема, которую, наверное, сейчас мало затрагивают. Особенно, извините, на радио, на эстраде. Ну вот затронем сейчас, да. Да, да, да. Я хотел вернуть людям идеи, мысли наших, не побоюсь слова, великих поэтов, и Айко Джава, и Бачурин, и поэтов Серебряного века. Просто людям вернуть немножко ощущение, что в мире главное все-таки человек, его душа, и развитие его души. Потому что, знаете, мы же так сейчас активно занимаемся телом, все демонстрируя свои возможности, качество, вот такое молодое, активное, прыгучее. Но забываем, что тело мы оставляем как бы в этом миру, а надо что-то накапливать, с чем уйти. А душа – это именно то, чем надо заниматься, может быть, больше. А тело, оно хорошо для того, чтобы наша душа в нём комфортно себя чувствовала. – Да, серьёзное начало у нас программы. – Повезените. – И вот это, нет, очень здорово. И вот эти ваши концерты, задуманные вами, которые вы проводите, они как раз для этой цели, да? – Вы знаете, я объясню. Мне кажется, что люди, должны быть такие островки, где люди могут вздохнуть в другой воздух. Потому что сейчас настолько заполонило всё песни типа «Я тебе любовь покажу, мир приди ко мне, я тебе любовь покажу, мир приди ко мне, я покажу любовь, покажу мир, покажу мир». И вот на этом уровне, знаете, деградация происходит настолько явная, активная, что людям негде надышаться правильными мыслями. И я нуждаюсь в этом. И я больше скажу, когда вот у нас было два концерта, они прошли совершенно по-разному. Один зал был зрителей, ну, одни зрители, другой зал был чуть как бы совсем другие, пришли зрители. И происходит такой обмен, понимаете, когда у людей происходит, ну, вот знаете, есть такое слово «катарсис». Там это происходит, и не только у зрителей, у нас, исполнителей. Потому что мы начинаем по-другому общаться. Нам надо это, нам надо. И место, в котором мы были, а там, я так скажу, что Арваперт, он православный, он эстонский композитор, но он православный. И место, где вот мы исполняли наш концерт, там есть маленькая церквушка, там есть его личная библиотека, где выставлены книги на русском, на эстонском, на английском, на немецком. Те книги, которые он читал, через которые он познавал мир, он нашел новое направление музыкальное. То есть вообще это такой центр, где изучают жизнь и музыкальную жизнь нашего Арваперта «Кластика». И место, повторюсь, много раз, оно настолько замечательно, что это надо посмотреть так же, как, я не знаю, с чем сравнить. Старый город и центр Арваперта, это все надо видеть. Вот вы так рассказываете, что просто захотелось немедленно встать, собраться и приехать. Да, и мы обязательно, наверное, это сделаем, как только какая-то возможность появится. А кто зритель ваш? Вот такая хорошая программа. Кто зритель? Зритель? Я так сразу скажу, что зритель не случайный. Он не случайный. Обычные, ну, прошу прощения, наверное, негативное слово, обычные, да? Люди, которым интересно больше, что по телевизору, что там, я не знаю, там, что в ресторане, да? Вот таких там не так много. Все-таки люди, которые слушают большую поэзию, а это был концерт, даже не концерт, я его не назвал как концерт, потому что концерт, это когда я выхожу и показываю, рассказываю, какой я молодец, вот что я умею. А у нас была встреча, где мы говорили, мы позволяли себе откровенности. То есть интерактивно. Да, и зритель позволял сказать мне что-то. И были хорошие, хорошие диалоги были, из которых возникали, как бы и новые мысли. И даже, допустим, пели мы, исполняли песни в первый день, а во второй день программа вдруг поменялась. Попросили одно сделать, ну давайте сделаем, а давайте это. И все очень по-живому было. И я знаю точно, что в декабре мы сделаем еще рождественские вечера, тоже концерт, и тоже в этом зале мы сделаем, потому что это красиво. Саша, а скажите, вот мы в Русском театре Эстонии сейчас находимся, то есть вот как бы виртуально. Как у вас дела вообще в театре? Как с театрами? То есть наши актеры плачут, наши театры вот только сейчас начинают открываться, что-то планировать. И то не для всех, как мы понимаем. Что у вас? Ну, артисты, они всегда плачут, когда нет работы. И это нормально. У нас в Эстонии, ну, чуть проще, наверное, чем в Латвии проистекало, несмотря на то, что у нас был период довольно серьезный, когда нам запрещали ходить, дышать, в смысле тут сложности были. В Латвии это, по-моему, постоянно такие сложности. Вот. Но мы выпустили спектакль, два, три спектакли, которыми будет театр открывать, сезон новый. Мы откроемся в августе. Вот. И работаем, репетируем. Я, например, все время репетирую. У меня здесь своя студия. Я фотографирую, я там репетирую, делаю какие-то свои вещи. Сейчас театр в отпуске, поэтому как бы ничего не происходит. Но, в принципе, у нас неплачевное положение. Я имею в виду в плане эмоционального какого-то готовности начать сезон. Что там дальше будет, это уже зависит от головы, которая управляет всем этим. Я имею в виду художественной головы. Поэтому туда я даже не хочу закидывать вночку. это уже не моя. А так все неплохо. Скажите, вот вы наверняка думали, размышляли, как и все на эту тему, вот эта пандемия, эти полтора года запретов и ограничений всевозможных. кроме минусов, какие-то уроки мы должны были получить? Получили ли? Конечно. Я пролежал тоже месяц, не в больнице, но дома. Дважды была скорая помощь, температура 39,8, в течение недели, не знаю, дней 10 у меня это было, когда вот так вот мотало. И, конечно, подобные вещи заставляют немножко вот заняться тем, как сказать, тем, что не видно, душой своей вообще. А что происходит? А зачем ты? Если сегодня ты здесь, а вот завтра, может, ты просто не проснешься? Да, и есть небольшая как бы и паника в одно время, и в то же время понимание, что, ну, надо как-то жить, надо как-то жить красиво, достойно что-то делать. И, конечно, это подвигает на возможность быть, ну, как я чувствую, прийти, взять и сказать, не терпеть, да уже найти смелость для того, чтобы решить какую-то проблему, потому что нет времени ждать, пока она решится кем-то или вдруг, да. И просто подобные вещи заставляют больше доверять себе и заниматься своей жизнью, потому что это такое сокровище. И, знаете, когда у нас нет, мы плачем. Когда у нас есть, мы забываем о том, что его может не быть. И живем, а, да, тут, и вот так. И вот подобные вещи, да, они полезны. Вообще, кризисы, кризисы, насколько я понимаю, они сами по себе нужны. И не к тому, что я за них, потому что еще многие потеряли и родных, и бизнес, и все это, это большая беда. Но раз это посылается, я понял одну вещь, что если я нахожусь в море, на лодочке, и если вдруг шторм, просто надо понимать, куда ставить парус. Его надо ставить, потому что надо дальше двигаться. И вот это, наверное, вот так оно и случилось. И поэтому и концерты. Сейчас у меня готовится еще один концерт. 7 августа это будет очень популярный фестиваль «Виру Фолк», где у меня будет концерт. И в этой же программе участвуют и гребенщиков. Да, и поэтому, как бы, и тоже надо готовиться. И вроде как можно и не делать. Да, на что делать? А для того, чтобы жизнь была ярче, ее надо наполнять событиями. Как правило, если ты не занимаешь свою жизнь своими событиями, то ее занимают чужими событиями, которые, может быть, чаще всего даже и не очень тебе хочется делать. Золотые слова. Да, и поэтому надо все-таки проявлять инициативу и заниматься своей жизнью самому. У вас еще анонсированы на страничке анонсированы концерты, по-моему, или какие-то встречи с Аристархом Ливановым вместе. Это было. А, это уже прошло, да? Да, это как концерт. Первый мой концерт мы провели в Кохлоярве. Приехал мой друг Аристарх Ливанов. И мы сделали это в первый мой большой концерт, где у меня было семь музыкантов, большой ансамбль, мы пели. И прошло это очень вкусно. И мы уже сделали трижды. И вот такой же концерт будет у нас. Ну, немножко обновленная программа. Это будет... И там не будет Аристарха Ливанова, там будет я, мои музыканты и мои танцоры. И мы это будем делать. Это находится место в Киасмо. Минимум 2000 зрителей. Вот. Это на улице. Поэтому это будет такое... Гуляние такое. И мне кажется, это может быть очень интересно и по настроению, и по атмосфере, и как-то так. Во всяком случае, у меня в моей жизни это впервые. Вот. Такого уровня. такая программа. Саша, а вот сейчас мы разговариваем с вами накануне праздника Лига в Латвии. А у вас он называется Янов день, да? По-моему. Янекай. Вот. Как-то отмечается сейчас это в Эстонии? Или апатия? Ну, это один из самых главных день Рождества. Янекай. Это вот два самых крепких праздника, которые... Уже все готовятся, уже все купили заготовочка для шашлыка, и уже собрали людей, кто поедет куда, договорились. Это все. Это святые дни. Вот. Телефон никто не возьмет. Вот. Сказать не найдешь. Никого, чтобы все разъехались, люди отдыхают. Вообще надо уметь отдыхать. Это я тоже и себе говорю, потому что все время приходится что-то прыгаешь, прыгаешь, делаешь, 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 надо сделать. А вот уметь отдыхать, это тоже... Искусство. Да. Вот у эстонцев это есть. Они умеют отдыхать. Они, как правило, особенно лето. Знаете, как бывает так, что май, холод собачий, все в куртках ходят, но раз май и солнце вышло, неважно, что там всего лишь плюс восемь, люди едут за город на барбекю. Успеть, чтобы хоть что-то... Поймать солнышко. Да, поймать, почувствовать вот эту природу. Потому что есть такой анекдот, когда спрашивают, пусть солнца, а скажите, а как там у вас с погодой? Ой, вы знаете, замечательно. Но я, правда, в этот день был на работе. Вот так редкие дни, хотя сейчас солнце, и вот неделя, и я тут сижу тоже такой весь. Хотя у нас попрохладнее, чем на улице, поэтому сейчас хорошо. Скажите, а мы вас в Латвии когда-то увидим, то есть у вас должна была в прошлом году состояться выставка, фотовыставка ваша, да? И из-за пандемии все это откладывается, непонятные времена. Вы знаете, да, я сразу отвечу, потому что, конечно, очень рассчитывая на то, что у нас будет продолжение проекта нашего, Моя Претерственная Леди, вот потом в декабре мы планируем выставку «Силуэт в интерьере». И к этой выставке хотелось бы, может быть, сделать тот концерт, который я однажды в Лиге уже делал, и то, что прозвучало, допустим, вот эти два дня здесь в Таллине. Я хотел бы приехать, конечно, там это тоже еще показать. Вот так что в этом плане у нас есть. Надеемся. Есть надежда. Скажите, вот вы сыграли, Алла Сигалова поставила «Моя Прекрасная Леди», вы сыграли в Риге как приглашенный актер, а после этого была премьера в Таллине, да? Чем отличаются эти два спектакля? Значит, чем отличаются? Ну, наверное, скажу, во-первых, мы это третий спектакль, потому что после Риги Алла Сигалова поставила спектакль в Театре Машкова, в Театре Попакова, да, где Машков руководил театром. Я имела в виду с вами. Да, а со мной вот это было третье ее поставок. Чем интересно Рижская поставка? мы там это все поражали, мы там придумывали все, мы искали, пытались найти правильные ходы. Дальше уже все-таки больше по накатанному могло идти. Вот. Чем отличается Хиггинс Рижский от Хиггинса Таллинского? Немножко другими задачами режиссерскими, конечно, другими мизансценами, и это довольно забавно, потому что я-то играл там, тексты те же, а поведение должно быть другое. Я должен был искать новые какие-то трассы. Плюс другая партнерша, которая тоже требует других пристроек. Вот. И вообще все партнеры. Я могу сказать, что у нас в Эстонии спектакль получился яркий, сочный, звонкий и так Алла хорошо работала с актерами, что даже маленькие-маленькие эпизодические роли, они были крепко сделаны, насыщены, и они все время, знаете, как фундамент держали весь спектакль. И мне нравится здесь тоже. Хотя я очень скучаю по нашему рижскому спектаклю, по моим партнерам, моим первым партнерам. Вот у вас с Наташей Живец получился очень хороший дуэт в этом спектакле. Скажите для вас Генри Хиггинс вот эта роль, она о чем? Про что? Она про мужчин. Знаете, я когда сыграл в Риге, здесь, то свидетели мужского пола, они подходили ко мне так немножко про нас. Ну, про нас. мужская суть, да. Просто я помню, когда я первый раз пришел на Радио в Риге, когда мне кто-то там из журналистов сказал, ну, понятно, он же, он же, ой, что-то вы меня ушли куда-то. Нет, все нормально. А видно меня? Да, отлично. А потому что я вас потерял. Немножко где тут нажать надо. Сейчас. И когда меня спросили, ну, а что такое Фигниц? Ну, понятно, он такой мерзавец, он такой наглый, такой хам, такой, подожди, подожди, о чем, где это? Потому что как-то в этом персонаже увидели только его внешнюю сторону. Да, да, но женщина у меня критика, не критика, журналист, она сказала, ну, это же понятно, что он не справится, что он все равно будет вот таким вот всегда. Я говорю, ну, что же, наверное, тогда можно каждой паре, которая приходит в ЗАГС, рядом стоять и говорить, не иди за мной, не иди, все равно будет плохо, плохо все будет. Все не хотят. Они хотят верить в лучшее, они хотят верить в лучшее. У них не получается иногда в силу фобии комплексов доходить до состояния счастья, когда вместе, потому что друг другу мешают. Но я объяснил, что Хиггинс, мой Хиггинс, во всяком случае, он не хам, а он человек, у которого на кону стоит его репутация, когда он заявил о том, что он может, а раз он сказал, что он может, он должен и все делает для того, чтобы случилось. Я вспоминаю, когда готовят гимнасток на чемпионат мира, на чемпионат Европы, и я не думаю, что там тренеры говорят, милочка, ну иди сюда, давай мы сделаем. Да вы же знаете, как их готовят, для того, чтобы они собраны были, чтобы они сделали. То же самое и здесь был такой, да, просто он так долго держал себя вдали от женщин, занимаясь, он был сублимирован на своей гениальности, да, немножко петух такой, конечно, он такой, но как только он почувствовал, что он увлекаем этой девочкой, он стал защищать себя, он стал и оттуда тоже очень много шла вот эта вот не агрессия, а как бы он прятался за активность, за педагога еще, потому что он вдруг почувствовал, что она его увлекла, и он все время, вот особенно во втором, наша мама боролся с этим состоянием не поддаться все-таки, не раскрыться перед ней, потому что... Потому что страшно. Саш, я вас, простите, должна перебить, потому что у нас сейчас небольшая рекламная пауза, вот уже прошла незаметно половина программы. Мы сейчас через буквально пару минут продолжим вот ровно с того места, на котором остановились. Оставайтесь с нами всем. Я здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем программу «Встретились, поговорили». Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Александр Ивашкевич, ведущий актер Рижского... Ой, Рижского. И Рижского тоже, да? Ведущий актер Русского театра Эстонии. Мы остановились на спектакле, на обсуждении спектакля «Моя прекрасная леди», в частности, вот роль Хиггинса, Генри Хиггинса, профессора. Это очень известный персонаж вообще в истории. Саш, скажите, вот в принципе, наверное, все-таки это про любовь, да? О том, что любовь меняет человека. Вы знаете, вот я вот живу, разное у меня в жизни было, но я знаю, что любовь – это основа всего, да? Но понятие «любовь» не в смысле, знаете, влюбленность, ласка, еще что-то там, да? А вот это вот понятие... Я больше скажу, я для себя нашел... Вот люди живут в любви какое-то время, и любовь должна перерасти в нечто большее, потому что любовь, как таковая, она проходит, остается нечто большее, что остается? И у любви есть самая высокая верхушка еще – уважение. Этот момент уважения. Уважение не только к мнению, к жизни другой, к другому человеку, да? И тогда вот люди, уважающие друг друга, любящие себя, да? Они становятся ну совсем чем-то очень едины. И это основная тема. Вся... Все искусство, вот все живописи, поэзия, они все замешаны на любви. Это то главное чувство, которое движет, движет желанием жить, движет желанием быть, вырастать, создавать, летать. да? Это самое главное. И любая пьеса, она про любовь. Она любая пьеса, она и про любовь, или про тоску по любви, или про отсутствие этой любви. И мне кажется, что это пьеса, конечно, о любви, это о любви однозначно. И пьеса – это ведь сложность пьесы. В чем? Потому что нельзя было раньше ввести, особенно в Англии, мне кажется, и сейчас там в некоторых прослойках, что если ты из этого сословен, то ты вот из этого, пониже которого, ты не можешь ввести в свой дом. А тем более кто, о чем вы. И это была такая очень пьеса, такая в свое время революционная в понимании этих вещей. Поэтому мы о любви играем. Только о любви. Надеемся, что мы еще увидим этот спектакль. Очень надеемся. Давайте немножко тогда о театре. Вот в этом безумном мире нашем, где сейчас все перевернуто с ног на голову. Зачем театр? Вот мы смотрим какие-то там новые постановки, которые иногда переворачивают вообще все представление. И люди хватаются за голову. Как так можно? И в то же время остались еще спектакли, которые тебе на душу ложатся. Зачем сегодня театр? Что он должен нести, по-вашему? Ну, театр... Театр, мне кажется, это... Театр это фильтр. Фильтр. Потому что то, что сейчас происходит... Знаете, вот приезжают иногда режиссеры, молодые, которые так много ставят в течение одного года спектакли, они по 7-8 спектаклей ставят. Раньше такого нет. Тем более, они молодые, они активны, силы есть, знаний мало. Духовной жизни мало. Личного опыта мало человечества. Знаете, раньше ведь для того, чтобы стать режиссером, я помню, у нас в институты не принимали ребят до 28. Просто даже не принимали. Потому что, если ты хочешь стать режиссером, то это должна быть уже или профессия, или ты должен был закончить какой-то еще один институт, высшее образование получить. Потому что профессия режиссера подразумевает опыт, знания, позиция, умения, навыки, профессия. Очень много. Сейчас в профессию приходят дети, извините меня, которые в 22 года выходят, насмотревшись в интернете постановки западных интересных режиссеров. Они забывают, что западный режиссер пришел к этому в течение определенного времени к этой постановке. В течение 20 лет он изучал. А наши, они хотят взять приемы оттуда-оттуда, совместить и неважно, а что я здесь говорила? И неважно, и неважно, как говорится, сама идея. Очень многие, кстати, не могут, к сожалению, я прошу прощения, потому что на свой счет примет, кто-то не примет, но мне не хватает у молодых режиссеров умения работать с актерами. Актер голый, получается, потому что актер работает самостоятельно. Актеры дают какие-то вот стоишь здесь, значит сюда, здесь, так, дома поработай, принеси, я посмотрю, что ты там придумал. И можно так? Можно. Но когда с актерами работают так каждый год по нескольку спектаклей, артист выхолощивается, потому что он все время выдает, выдает. А вот эти дети, которые приходят на постановки к нам, они нам не дают, они только пользуются нами, артистами. И вот тут наступает вилка. И вы спросили, зачем театр? Театр, у нас есть спектакль «Пять вечеров». Спектакль идет уже 10 лет при полных залах. Он такой знаковый у вас спектакль. Знаете, он не знаковый, он просто очень хороший спектакль. Он для людей, про людей. Однажды у нас был один режиссер, который сказал, ну и что за спектакль, фишечки там нет, изюмин нету никого. Ну да, такой молодой, ну относительно молодой, инновационный. И так он и пропал где-то со своими идеями. А этот спектакль смотрят, его смотрят, его смотрят по 5, по 10 раз. Люди приходят, приводят своих знакомых на этот спектакль. Мы, играя этот спектакль, мы становимся другими. И этот спектакль растет вместе с нами, потому что мы взрослеем. Уже 10 лет назад мы начали, да, и сейчас очень многое в нас изменилось, и мы уже привносим какие-то вещи. И люди, наши зрители, они готовы смотреть и смотреть. Спектакль идет 3,40. Для Эстонии 3,40 – это смерть. Потому что, когда делали спектакль, не 2, 2,15, все, иначе люди будут убегать, уходить. Сидят, смотрят, плачут, приходят по многу раз. Так вот, театр нужен для живого общения. Живого. Потому что сколько мы играем раз в спектакль, сколько раз приходят, они говорят, слушай, а сегодня по-другому пошло. А сегодня вот это было интересно. И люди, как я говорил, это фильтр. Люди ведь хотят видеть в своей жизни, а не скучают, потому что они видят в нас любовь, трогательность, юмор. Все хотят этого. А нам запрещают уже даже правильно эмоционально чувствовать какие-то вещи, потому что мы неправильно это чувствуем. Очень хорошо ответили вы, да. Я хочу просто напомнить, что нашим радиослушателям, что в 2000 году вышел спектакль «Идиот» в русском театре Эстонии, где Александр Ивашкевич сыграл князя Мышкина. И вот этот спектакль до сих пор помнят зрители, а тогда он получил за него очень почетное звание лучшего актера года в Эстонии. Это, по-моему, впервые было, когда русский актер получил эту награду от Эстонии. Вот «Идиот» тоже отвлек, да, к тому, о чем вы сейчас говорили? Знаете, это была моя... У меня были интересные роли, были, но это была настолько этапная роль, потому что к нам, во-первых, приехал режиссер Юрий Иванович Геремин из Моссовета. Это была его постановка, третья постановка, по-моему. Ливанов у него еще играл, князя Мышкина. Мы когда встретились с Ливановым, и у меня был фольфский вечер в Москве, в доме актера, и пришел Ливанов, Гера и Геремин. И вот было два идиота, просто уже в разные возрастные категории, да, два идиота собрались. Я помню, что Ливанов тоже сыграл эту роль, да. Да, да, вот. И я могу сказать, что эта роль, конечно, и в профессии, и в человеческом качестве очень, очень меня развернула, что ли, она очень много дала. У нас не было человека в Эстонии, который бы не посмотрел спектакль. У меня такое ощущение, что со мной здоровались все русские, эстонцы, особенно эстонцы, потому что для них Достоевский, они очень любят эстонскую классику, они любят ходить в наш театр, если у нас хороший спектакль. Это здорово. Да, и я помню, что этот спектакль меня очень ко многим вещам обязал, потому что после этого уже нельзя какие-то вещи делать, понимаете. и я помню, да, я тогда впервые испытал, что такое шквал. Это когда ты выходишь на сцену, 10 минут, публика, который стоит, шумит, лечит, аплодирует, и ты не понимаешь, что происходит, потому что такого в жизни не было. Это было. Потому что сам по себе спектакль, я не говорю и по себе, сам спектакль был сделан настолько тонко, изящно, и у каждого все было настолько построено, что мы существовали в очень так спектакль, в общем, да, он был очень хорош. Саша, вот у вас палитра ролей, как я вначале уже сказала, огромная, да, это и Чацкий и Дон Жуан, и князь Мышкин, и князь Курбский, и Генри Хиггинс, и Ярослав Мудрый, кого там только нет. Скажите, вот как душевед и жизнелюб, кто герой нашего времени сегодня, на ваш взгляд, о ком надо ставить, что надо показывать? Пока, вы знаете, я всегда был сторонником, сторонником, я где-то уже говорил, для меня это как бы моё кредо, когда я прочитал, я играл Тарковского, ну, Тарковского я не играл, но его мысли, его какие-то понимания жизни, творчества, у нас был спектакль, и я там много читал Тарковского, пересмотрел все книги, связанные с ним, все воспоминания, его дневники, и есть одна фраза, одна фраза, которая для меня сейчас важнее всего в театре, это кредо, искусство, это тоска человека по совершенству, показывать, насколько мы ничтожны, гнилые, грязные, я не хочу, да, это сейчас везде кругом, я хочу, чтобы у людей было, вот они пришли, и они хотели бы подражать, а театр, кино, да, телевидение, да, оно нуждается в людях, кому хочется подражать, за кем хочется идти, идти к чему-то хорошему, понимаете, к хорошему, не просто к богатому, удобному, многолайковому контенту этому, нет, неинтересно, ты должен совершать что-то, что было бы в пользу тебе, твоим близким, стране, вот это вот туда-куда, а все то, что у нас сейчас время такое, у нас забрали у всех будущее, потому что никто не знает вообще, что будет, что будет завтра, что будет с кем-то, и вот люди немножко потерялись в этом, мне кажется, что нам надо находить какое-то более-менее устойчивое положение для того, чтобы человек понимал, я нужен, я есть, я могу быть таким, и это пронесет пользу. Вот там где-то, наверное, то, о чем вы говорите, что герой. Герой. Просто можно аплодировать этим словам, и я еще запомнила одну фразу, которую вы говорили в интервью раньше, когда рассказывали о своем занятии фотоделом, фотографиями, то есть ваши картины, ваши фотографии, я говорила, не случайно, они картины, да, и вот вы сказали такую фразу, зачем я это делаю, я хочу, чтобы люди знали о себе лучшее. Что лучшее они должны узнать? Вы знаете, обычные люди. Просто, ну, это как бы формула, я ее сам для себя определил, вывел. Мы же часто очень живем, мы очень зависим все, зависим от тех людей, от близких людей, от начальников, от людей на улице даже мы зависим, потому что у нас есть хобби, ой, не так посмотрели на нас, надо не так, а то подумают я какой-то тут, вот, а то подумают про меня что-то, вот это, да, и мы часто очень начинаем менять вообще всю свою структуру, свою психофизику, мы родились одними, а социум делает из нас вот этих вот зажатых, закомплексованных, и когда мы фотографируемся, то я пытаюсь, мне приятно, что даже в лиге я фотографировал, и мне сказали, да, у вас не фотосессия, у вас фототерапия, когда человек приходит вот в одном состоянии, вдруг он понимает, что он во время этого процесса открыл себе другие качества, он нашел что-то, то, что ему было дорого когда-то, близко, он только увидел, какой он красивый, ведь красота не в том, что там правильный нос или подбородок, да, или там, а красота, когда он настолько естественен, что это красиво, понимаете, и вот в этом есть как бы сама фишка, и когда находишь подобную психологическую поддержку для себя в работе с тем, кто находится перед камерой, то и им интересно, потому что мы там три-пять часов фотографируемся, время летит вот так, потому что мы не позы ищем, а мы ищем внутренние проявления, которые бы привели человека к определенному состоянию, из которого вытекает та или иная поза, это тоже немножко театр. Ну вот говорим о фотографии, а в принципе здесь очень важная базовая вещь, что в каждом человеке это красота где-то скрыта, да, то есть надо ее найти. И театр, и любое искусство помогает. Человек, искусство, тоска человека по совершенству, но мы же все хотим, все хотим, просто мы миримся с тем, что, а, не случилось, а, не получилось, да, ну, какой я там, мы, да, нет, я толстый, мне говорят, да, нет, я длинный, да, нет, у меня нос плохой, да, нет, у меня волос нет, еще чего-то, да, и мы начинаем сами себя проговаривать на тему и этим жить. А на самом деле, когда появляется человек, слушай, а ты, оказывается, и долгодный. А мы и не знали об этом, что мы можем быть такими. Понимаете? А если еще, то даже недавно буквально, не помню, с кем я разговаривал, а, вспомнил, мы делали, проговаривали видеоклип для песни, и мне посоветовали, чтобы я, тот человек, который будет сниматься в клипе, чтобы я предварительно сделал с ним фотосессию, чтобы я психологически настроил его, да, и визуально дал ему понять, что может быть. И тогда получается, что это как бы фотосессия, которая готовит человека к спектаклю, к фильму, к снятию клипа, к концерту, просто к тому, чтобы выйти на люди, прочитать какую-то лекцию, да, потому что, ну, мы же все боимся. Не так поймут, не то скажут, еще что-то. Вот эти все страхи, они накапливаются, знаете, как глина на наши ботинки, и мы с этим ходим все время. Вот, а это надо отрусить. У нас тем временем программа подходит к концу, к сожалению. Да, осталось пять минут, и мы не успели еще поговорить о ваших занятиях танцем, но придется вернуться еще, да, придется еще раз. Я еще к вам приеду, просто еще к вам танцам. И как-то живьем в студии хотелось бы поговорить и увидеть вас, конечно, на сцене. Ну, на вопрос традиционный, на шуточный, далеко ли до Таллина, я сейчас могу сказать, что близко, да, до Таллина близко, вот прямо рядом мы, вот здесь, да. Спасибо вам большое, Александр, мы хотим сейчас включить вашу песню, да, чтобы порадовать перед длинными выходными, ну и вообще наших. Да, я тоже хочу сказать, что эту песню написала одна из наших нарвских журналистов, она сейчас в Москве, но она Анна Чистоделова, она написала и текст, и музыку, и мне приятно, что она доверила мне эту песню выполнять, я как бы единственный пока исполнитель, но это пока, потому что песня хорошая, и она пойдет, я думаю. песня очень красивая, и она как раз, в ней сконцентрированы многие вещи, о которых мы сегодня с Александром говорили. Спасибо вам большое за эту встречу, хороших вам праздников, и вообще удачи во всем. Пусть у вас все будет хорошо, и пусть страна будет счастливой, и все будут здоровы, это главное. Так, ну мы сейчас слушаем вас. Вы слушаете Радио Болтком.